Какой вопрос Сейчас Может быть я ошибусь Например, сколько мне еще осталось Лет Месяцев Недель Дней и часов творчества Вот это я бы хотел задать Вопрос себе Вернее, знать на него ответ Субтитры добавил DimaTorzok Спасибо за просмотр! Вы знаете, вот Это вообще На такие вопросы не задаются вообще Артистам никогда Не только женщинам, но и мужчинам Я проскочил эту цифру Недавно, скажем так Спасибо, Настя Старин Не по этому поводу Дело в том, что я совсем не скрываю свой возраст У меня далеко Намного за 30 И ближе к 40 Но тут проблема Почему нужно спрашивать Сколько вам лет? Зачем? Вот мне интересен этот вопрос Почему вы меня спрашиваете Сколько мне лет? Потому что у нас У всех Различные впечатления О вашем возрасте Тут очень хорошо Пускай у вас такое Оно и останется Согласен Вот и все Мы не хотели точного ответа Мне судьба О последней черты до креста Спорить до хрипот Я за ней не мотать Убеждать и доказывать С пеной у рта Что не то это вовсе Не тот и не та Что лопастники врут Прошитки Христа Что пока еще в грунт Не влежала с плита Что под властью татар Жил Иван Калита И что был не один Кто один против ста Пусть не в раз Пусть сперва Не поймут ни черта Повторю Даже в образе злого шута Но не стоит предмет Да и тема не та Суета всех сует Все равно суета Только чашу И спеть не успеть И набегу Даже если разлить Все равно не смогу Или выплеснуть В наглую рожу врагу Не ломаюсь, ни лгу Не могу, не смогу На вертященся гладком И скользком кругу Равновесь я держу И сгибаюсь в дугу Что же с чашей делать Разбить не могу Потерплю И достойного подстерегу Передам И не надо держаться в кругу И в кромешную тьму И в неясную сгу Другу Передоверивши чашу Сбегу Смог ли он ее выпить Узнать не смогу Я сошедшими с круга Пасулся на лугу Я чашей не выпитой Здесь не гугу Никому не скажу Про себя сберегу А сказать и затопчут Меня на лугу Я дорвоты, ребята За вас хлопочу Может кто-то когда-то Поставит спичу Мне заколый мой нерв На котором кричу И веселый манер На котором шучу Даже если сулят Золотую парчу Или порчу грозят Напустить не хочу На слабленном нерве Я не зазвучу Я уж свой подтяну Подновлю, подвинчу Лучше я загуляю Запью, заторчу Все, что ночью Кропаю в чаду Растопчу Лучше голову песни Своей откручу Чем сколезить и вихлять Словно пыль Получу Владимир Семенович Ваш театр называется? А можно меня называть просто Владимир? Потому что это как-то Владимир Семенович Сразу очень официально Пожалуйста Владимир Вы же в жизни Напис Ваш театр Это театр драмы И комедии Как написано Но мне кажется Что надо добавить Еще одно слово Театр драмы Комедии И поэзии Потому что В вашем театре Идут много поэтических спектаклей Что вы думаете О присутствии поэзии В современном театре? Это правда Тоже очень вопрос Который требует Долгого ответа Но вы совсем Вы абсолютно правы По поводу того Что можно было бы Добавить поэзии Мы сразу Как только организовался театр Десять лет тому назад Стали заниматься поэзией Вплотную И стали работать С поэтами Которые стали появляться У нас в театре Которые никогда не работали В театре Но поэзия Особенно хорошая поэзия Это всегда очень высокий уровень Всегда очень высокий уровень И содержание И формы Так как наш театр Интересуется Яркой формой При очень насыщенном содержании То мы всегда Обращаемся к поэзии Время от времени Вот уже в течение Десяти лет По-моему у нас Семь поэтических спектаклей Начали мы так Мы встретились С Вознесенским С Андреем Который никогда не писал Для театра И решили сделать Один спектакль В фонд мира Половину спектакля Андрей читал Свои стихи Вознесенские А половину спектакля Любимов с нами Поставил его стихи Работали мы По ночам Тогда еще мы У нас была Совсем студийная атмосфера И за три недели Сделали этот спектакль И вдруг После того Как он прошел Один раз всего Мы стали получать Столько писем Что будет жалко Если этот спектакль Больше не пойдет Всего один раз Что мы его стали Продолжать играть Но уже без поэта А сами Он к нам приходит Только на сотые представления И читает новые стихи А их этих представлений Было уже шестьсот И мы продолжаем Это до сих пор играть Все время обновляя Внося новые стихи Это была моя Первая встреча С поэзией на сцене Я раньше не читал Стихов со сцены Но это не только чтение стихов А это совмещение Мы пытаемся Совмещать манеру Авторского чтения И актерского И поэтому у нас На Даганке Исполняют И играют стихи Совсем по-другому Чем в других театрах И мы были в этом смысле Ну как вам сказать Раньше в 30-х годах Поэзию играли на сцене Но вот сейчас В наше время Мы одни из первых Начали играть Просто чистую поэзию На сцене И после нас Многие другие Московские театры Стали брать поэтов И делать по ним Поэтические представления Не славы И не коровы Не тяжкой короны земной Пошли мне Господь Второго Чтоб вытянул петь Со мной Прошу Не любви ворованной Не милостей На денек Пошли мне Господь Второго Чтоб не был так Одинок Чтоб было с кем Пасоваться Аукаться Через степь Для сердца Не для вас На два голоса Спеть Чтоб кто-нибудь Меня понял Не часто Ну хоть разок Из раненых губ моих Поднял Зарапнутый пулей Рожок И пусть Мой напарник Певчий Забыв Что мы сила Вдвоем Меня Побледнев От соперничества Прирежет За общим столом Прости ему Он до крова Одиночеством Окружен Пошли ему Бог Здарова Такого Как я И он Ну я Почти во всех Поэтических спектаклях Участвовал Второй спектакль Наш Назывался Павшие живые Это очень дорогой Для меня спектакль Потому что В этом спектакле Я не только читаю Стихи Замечательного поэта Гудзенко Но это был Первый спектакль В который Любимов Меня попросил Написать песни Профессионально То есть И моя поэзия Тоже входит В этот спектакль Я играю там Много ролей Вместе Это спектакль О поэтах И писателях Которые прошли Через Великую Отечественную войну Одни погибли Другие живы До сих пор Но на их творчестве Лежит печать Военных лет И вот Один из военных поэтов Один из лучших Военных поэтов Семен Гудзенко Достался мне Я его играю И читаю его Ну Правда Мне кажется Высочайшего уровня Стихи о войне Я могу вас попросить Почитать Стихи о том Давайте не несколько Потому что у нас времени А я прочитаю Одно большое Хорошее стихо Ну Представьте себе Что открывается Занавес И сзади Красный свет Дорога На контражуре Силуэт солдата С автоматом В плащ-палатке Идет текст о том Что Семен Гудзенко Поэт военных лет Пришел к Оренбургу И Первый раз Сказал Я хочу вам Почитать свои стихи Он сказал Пожалуйста И он сразу Начинает читать стихи Когда на смерть идут Поют А перед этим Можно плакать Ведь самый страшный Час в бою Час ожидания Атаки Снег минами Изрыт вокруг И почернел от пыли Минной Разрыв И умирает друг И значит Смерть Проходит мимо Сейчас Настанет Мой черед За мной Одним Идет Охота Будь проклят Сорок первый год Ты Вмершая В снега Пехота Мне кажется Что я магнит Что я Притягиваю Мины Разрыв И лейтенант Хрипит И смерть Опять Проходит мимо А мы уже Не в силах Ждать И нас Ведет Через Страншеи Окоченевшая Вражда Штыком Дырявящая Шеи Бой был Коротким А потом Глушили Водку Ледяную И выковыривал Ножом Из-под Ногтей Я кровь Чужую Уходим Под воду В нейтральной Воде Мы можем Погоду Плевать На погоду А если Накроют Локотры Свою О нашей Беде Спасите Наши души Мы Вредим От удушья Спасите Наши Души Спешите К нам Услышьте Нас На суше Нас Сос Все Глуше Глуше И ужас Режет Души Напополам И рвутся Орды Но наверх Не сметь Там слева По борту Там справа По борту Там прямо По ходу Мешает Проходу Рогатая Смерть Спасите Наши Души Мы Вредим От удушья Спасите Наши Души Спешите К нам Услышьте Нас На суше Наш Сос Все Глуше Глуше И ужас Режет Души Напополам Напополам Но здесь Мы на воле Ведь это Наш Мир Свихнулись Мы Что-ли Всплывать В минном Поле А ну без Истерик Мы Врежемся В берег Сказал Командир Спасите Спасите Наши Души Спешите К нам Услышьте Нас На суше Наш Сос Все Глуше Глуше И ужас Режет Души Напополам Всплывем На рассвете Приказ Есть Приказ Огибнуть В отсвете Уж лучше При свете Наш Путь Не отмечен Нам Нечем Нам Нечем Но Помните Нас Спасите Наши Души Мы Приедем От Удушья Спасите Наши Души Спешите К нам Услышьте Нас На суше Наш Сос Все Глуше Глуше И ужас Режет Души Напополам Вот Вышли Наверх Мы Но Выхода Нет Вот Полный Наверфи Натянуты Нервы Конец Всем Печалям Концам И Началам Мы Рвемся Причалам Причалам За место Торпед Спасите Наши 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 Души Мы Приедем От Удушья Спасите Наши Души Спешите К нам Услышьте Нас На суше Наш Сос Все Глуше Глуше И Ужас Режет Души Напополам Спасите Наши Души Спасите Наши Души Спасите Наши Нас Не нужно Жалеть Ведь И мы Никого Б Не Жалели Мы Пред Нашим Комбатом Как Пред Господом Богом Чисты На живых Порыжели От крови Глины Шинели На могилах У мертвых Расцвели Голубые Цветы Расцвели И опали Проходит Четвертая Осень Наши Матери Плачут И ровесницы Молча Грустят Мы Не знали Любви Не Изведали Счастья Ремесел Нам Досталась На долю Нелегкая Участь Солдат У погодков Моих Нет ни жен Ни стихов Ни покоя Только сила И юность А когда Возвратимся С войны Все Долюбим Сполна И напишем Ровесник Такое Что отцами Солдатами Будут гордиться Сыны Ну а кто Не вернется А кому Долюбить Не придется Ну а кто В сорок первом Первою Пулей Сражен Зарыдает Ровесница Мать На пороге Забьется У погодков Моих Ни стихов Ни покоя Ни жен Нас не нужно Жалеть Ведь и мы Никого Не жалели Кто в атаку Ходил Кто делился Последним Куском Тот поймет Эту правду Она к нам В окопы И щели Приходила Поспорить Ворчливым Охрипшим Боском Пусть живые Запомнят И пусть Поколения Знают Эту взятую С боем Суровую Правду Солдат И твои Костыли И смертельная Рана Сквозная И могилы Над Волгой Где тысячи Юных Лежат Это наша Судьба Это с ней Мы ругались И пели Подымались В атаку И рвали Над Бугом Мосты Нас Не нужно Жалеть Ведь и мы Никого Не жалели Мы Пред нашей Россией И в трудное Время Чисты А когда Мы Вернемся А мы Возвратимся С победой Все Как черти Упрямы Как люди Живущие Злы Пусть нам Пиво Наварят И мясо Нажарят К обеду Чтоб На ножках Дубовых Повсюду Ломились Столы Мы Поклонимся В ноги Родным И страдавшимся Людям Матерей Расцелуем И подруг Что дождались Любя Вот когда Мы вернемся И победу Штыками Добудем Все Долюбим Мровесник И работу Найдем Для себя На братских Могилах Не ставят Крестов И вдовы На них Не рытают К ним Кто-то Приносит Букеты Цветов И Вечный Огонь Зажигают Здесь Раньше Вставала Земля На дыбы А нынче Гранитные Плиты Здесь Нет Ни одной Персональной Судьбы Все Судьбы В единою Слиты А в вечном Огне Видишь Вспыхнувший Танк Горящие Русские Хаты Горящий Смоленск И горящий Рейхстаг Горящее Сердце Солдата У Братских Могил Нет Заплаканных Вдов Сюда Ходят Люди Покрепче На братских Могилах Не ставят Крестов Но разве От этого Легче На братских Могилах Не ставят Крестов Но разве От этого Легче Почему я так Много Пишу О войне Ну Есть Две Причины Во-первых Это такое Гигантское Потрясение Которым Занималось Искусство Все И кино И театр И поэзия Безусловно Всегда Но в основном Люди Которые Прошли Через войну А сейчас То поколение Которое Этого не видела И может быть От чувства Досады Что не пришлось В этом Поучаствовать Мы как бы Довоевываем В своих песнях Вот Я Пишу Не просто Песни Значит Военные Потому что Я не имею Права этого делать Я этого не знаю Хотя много читали Мы воспитаны На материале Мы все дети Военных лет Ну просто Я думаю Что это не песня Ретроспекции А это песня Ассоциации И мне кажется Это интересное явление Что люди Не воевавшие Стали писать О войне Потому что Это взгляд Современного человека На то время Я як Истребитель Мотор мой Звинит Небо Моя Обитель Но тот Который Во мне Сидит Считает Что он Истребитель В этом Бою Мною Юнкер Сбит Я сделал С ним Что хотел А тот Который Во мне Сидит Изрядно Мне надоел Я в прошлом Бою На вылет Прошит Меня Механик Заштопал А тот Который Во мне Сидит Опять Заставляет Штопор Из бомбардировщика Бомб Понесет Смерть Аэротрому Окажется Стабилизатор Поет Мир Вашему Дому Сидит Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости, сеть перекрыв, я выхожу из пикет. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кипнул и запел «Мир вашему дому». И тот, который в моем черепке остался один и влип, Меня в заблужденье он ввел и в пике, прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне, эх, кто же мне, летчик-ас? Но снова приходится слушаться мне, и это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который по мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это что, я в глубоком пике, и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел. «Мир вашему дому! Мир вашему дому!» Почему все не так? Вроде все, как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Для меня будто ветром задуло костер Когда он не вернулся из боя Нынче вырвалось, словно из плена весна По ошибке окликнул его я Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Друг, оставь покурить, а в ответ тишина Он вчера не вернулся из боя Наши мертвые нас не оставят в беде Наши павшие, как часовые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Отражается небо в лесу, как в воде И деревья стоят голубые Нам и места в землянке хватало вполне Нам и время текло для обоих Все теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Все теперь одному Только кажется мне Это я не вернулся из боя Песня о новом времени Как призывный набат Прозвучали в ночи Тяжело шаги Значит скорой нам Уходить и прощаться без злов По нехоженным тропам Протопали лошади Неизвестно к какому концу Унося седоком Наше время иное Лихое Но счастье, как в старе щит И в погоню летим Мы за ним убегающим вслед Только вот в этой скачке Теряем мы лучших товарищей На скаку не заметим Что рядом товарищей нет И еще будем долго Огни принимать За пожары мы Будет долго зловещим Казаться нам скрип за богом Про войну будут детские игры С названиями старыми И людей будем долго делить На своих и врагов А когда отгрохочет Когда отгорит И отплачется И когда наши кони Устанут под нами скакать И когда наши девушки Сменят шинели На плотица Не забыть бы тогда И простить бы И не потерять Мои произведения Никто никогда не разрешал Но и никто никогда не запрещал Ведь в принципе Как ни странно Так случилось Что в общем я Человек которого знают все И в то же время Я не считаюсь официально Поэтом И не считаюсь официально Певцом Потому что я ни то ни другое Я не член союза писателей Не член союза композиторов То есть в принципе Официально я не Ни поэт и ни композитор И я никогда почти Свои вещи не отдавал Для того чтобы печатать это Или для того чтобы Издавать это Как музыкальные произведения Поэтому мне нету смысла Заниматься автоцензурой Понимаете Я что написал Я сразу спел И еще спел Перед в общем Громадной аудиторией АПЛОДИСМЕНТЫ Гитара Вот что есть в театре гитара Пожалуйста Сколько Одну Как мало Я честно говоря Не ожидал Что сразу заставили Раз Хотел я послушаться Вас А я работал Ну видите в чем дело Я Вот шуточная песня Которая называется Которая называется Инструкция перед поездкой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я вам хочу показать Сейчас шуточную песню Которая называется Песенька о переселении душ Обычно на выступлениях своих Я рассказываю о том Что вот вы знаете Вот индуцы считают Что мы ведь с вами не умираем После смерти А что душа наша переселяется В животных, предметы, в растения В насекомых, в камни Кому повезет в людей Кому очень повезет в хороших Вот И в общем кто куда сможет Туда и переселяется Кто чего стоит вернее Такая шуточная песня Песенка о переселении душ Кто верит в Магомета Кто в Аллах Кто в Иисуса Кто ни вечно не верит Даже в черта на зло всех Хорошую религию Придумали индусы Что мы тогда в конце Не умираем она совсем Стремилась ввысь Душа твоя Родився вновь С мечтою Веселиться Ведь может быть В начальника Душа твоя Вселиться Пускай живешь ты дворником Родишься вновь прорабом А после из прораба И до министра Драстешь Но если туп как дерево Родишься баобабом И будешь баобабом Ты еще лет пока помрешь Досадно попугаем Жить Катюка из длинным веков Не лучше ли При жизни быть Приличным человеком Так кто есть кто-то Кто был кем Мы никогда не знаем Кто был никем Тот станет всем Задумаемся о том Быть может Тот облезлый кот Был раньше негодяем А этот милый человек Был раньше добрым псом Я от восторга Прыгаю Я обхожу искусы Удобную религию Придумали интуусы Все Еще есть время у тебя Ты можешь какую-то свежую песенку По куринку Про по куринку Про что? По куринку Это для моих друзей А как же вы ее сможете оставить Она записывается там Это такое впечатление О международном положении Этого самого В общем человека Которого посадили на 15 суток За хулиганство Я вам, ребята, на мозги не каплю Но вот он перегиб и парадокс Кого-то выбирают римским папою Кого-то запирают в тесный бок Там все места блатные расхватали И пришибились, надеясь на авось Тем временем по всей честной Италии На папу кандидата не нашлось Жаль, на меня не вовремя Накинули аркан Я засосал стакан И в Ватикан Зерковники хлебали керосин Замешкался маленько Ватикан Мы тут им папу римского подкинули Из наших, из поляков, из славян Сижу на нарах я, на рафовинские Когда б ты знала жизнь мою губя Что я бы мог бы выйти в папы римские А в мамы взять, естественно, тебя Жаль, на меня не вовремя накинули аркан Я б засосал стакан и в Ватикан При власти, при деньгах или при короде Судьба людей швыряет, как котят Ну как мы место Шаха провородили Нам и этого потомки не простят Шах расписался в полном неумении Вот тут его возьми и замени Где взять у нас любой второй в Туркмении Аятала и даже Хамени Всю жизнь свою воротовую рогами Как барат, а мне бы взять карат И в Тегеран При в Америке или в Азии, в Европе ли Тот не здоров, а и этот друг умрет Вот вместо Голдемир мы прохлопали А там на четверть бывший наш народ Ой, вот у нас по Волге ли по камере Таланты все пришпать и при плаще Руслан Халилов мой сосед по камере Там Мао делать нечего вообще Всю жизнь мою воротовую рогами Как барат, а мне бы взять карат И в Тегеран Успехи наши трудно вчетвером нести Но каждый коренаст и голенаст Ведь воспитали мы без ложной скромности Наследника Анасиса у нас Следите за безвременно умершими Уйдет вдова на Сесаршаки Я буду мил и смел с миллиардершами Ой, дайте только волю, мужуки Ой, дайте только волю, мужуки Несколько слов об авторской песне, которой я занимаюсь Много лет тому назад, теперь уже много Была маленькая компания самых близких моих друзей Для которых я из различных своих поездок привозил Вот впечатления, но только рифмованные И положенные на какую-то ритмическую основу Значит, я брал гитару, бренчал И получалось нечто вроде песни Это не песня Это, на мой взгляд, стихи, которые должны исполняться Под какой-то музыкальный инструмент Короче говоря, положенные на ритмическую основу Я помню атмосферу, которая была у нас тогда Атмосфера доверия, раскованности, непринужденности, свободы И самое главное, атмосфера дружественная И я абсолютно был убежден, что их волнуют те же вопросы И беспокоит так же, как меня И скребут по душе и по нервам те же самые проблемы, что и меня То есть я чувствовал тогда атмосферу доверия Но люди эти, кто это? Некоторых из них вы знаете, некоторые даже не живут больше Это вот Васю Шукшин Лёва Кочарян, успевший снять одну только картину Из ныне здравствующих и работающих Тарковский, Андрей, писатель Артур Макаров Короче говоря, для этих ребят я писал когда-то свои вещи Сейчас аудитория расширилась, появились стадионы даже Не только здесь, но и за рубежом Но всё равно через все эти места и времена Я стараюсь протащить вот эту вот атмосферу Дружественную атмосферу доверия Такой вот доверительной беседы с моими зрителями и слушателями Которых я действительно люблю и которыми я дорожу И я думаю, что мне они нужны больше даже, чем я им Потому что у меня есть возможность такому большому количеству людей Теперь рассказать о том, что меня беспокоит И волнует в этой жизни Вот что такое авторская песня, на мой взгляд Я вам должен сказать, моя аудитория стала многочисленнее, чему я несказанно рад И друзей у меня прибавилось Вот я вам назвал четверых в прошлом А теперь их значительно больше И я даже пишу, когда песни за письменным столом Я рассчитываю на друзей На тех людей, которых будет беспокоить то же, что и меня Купола российские Как засмотрится мне на ничьи Как задышится Воздух крут перед грозой Крут до вязок Что споется мне сегодня Что услышится Птицы вещие поют До всей сказок Птица сирин Мне радостно скалится Веселит Зазывает Из гнезд А напротив Тоскует Печалится Травит душу Чудной Алконост Словно семь заветных струн Зазвенели в свой черед То мне птица Птица Гамаюн Надежду Подает В синем небе Колокольнями Проколотом Медный колокол Медный колокол Толь возрадовался Толи Осерчал Купола В России кроют Чистым золотом Чтобы чаще Господь Замечал Я стою Как перед Вечную Загадкою Пред Великою Да Сказочной Страною Перед Солона Да Горько Кисло Сладкою Голубою Родниковою Ржаною Грязью Чавкой Оширной Доржавою Вязнут Лошади Поздремена Но Влекут Меня Сонной Державою Что Раскисло Обухло От Сна Словно Семь Заветных Лун На пути Моем Встает То Мне Птица Гамаюн Надежду Подает Душу Сбитую Утратами Да Дотратами Душу Стертую Перекатами Чтобы До крови Лоскут Истончал Золотаю Золотыми Я Заплатами Чтобы Чаще Господь Замечал Чтобы Чаще Господь Замечал 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 Одну минутку У вас осталось пленки еще? Да, есть Есть? Я хочу вам вместо этой песни спеть песню, которая пойдет у вас в эфир. Хорошо? Песня называется, да? Если там останется время, я не люблю. Хорошо. Можно этим заплатить? Пожалуйста. Я не люблю. Сейчас я хочу спеть. Можно, да, продолжать? Да. Песня называется Шуточная песня. Одна научная загадка Или почему аборигены съели кука? У аборигенов были поверья. Если ты съешь печень какого-нибудь храброго своего врага, то ты возьмешь его храбрость. Если сердце своего близкого друга, то ты будешь иметь характер своего друга. Ну, там масса вариантов. Например, если обголодать коленную чашечку, то тогда лучше бегать будешь. Если там глаз, то стрелять из лука, ну и так далее, и так далее. В общем, часто бывает, что для того, чтобы самому стать лучше, надо съесть пару хороших людей. И поэтому вот они и съели кука. Итак. Ну, почему абориген съели кука? За что не ясно молчит наука? Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что их не вождь большая бука. Кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в теме, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, Что кука съели из большого уважения. Что всех науськивал колдун-хитрец из люка. А ту, ребята, хватаетя кука. Кто уплетет его без соли и без лука, Тот сильным, смелым, добрым будет вроде кука. Кому это под руку попался, каменюка? Метнул гадюка, и нету кука. А дикари теперь заламывают руки, Ломают копия, ломают луки. Сожгли и бросили дубинки из бамбука. Переживают, что съели кука. Ну и я закончу. Не песни я не люблю, о которой меня просили, А песни, с которой я начинал свою работу в кино. Это было в научно-популярной картине. Срочно требуется песня. Песня эта называется парус. Песня беспокойства. В отличие от других моих вещей, Не ищите в ней сюжета. Там нет. Это просто о нашей причастности, ответственности. В общем, за все, что происходит в этом мире. А у дельфина взрезано брюховинтон. Выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит. Нога петлит верные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Но парус, порвали парус. Каюс, каюс, каюс. Многие лета. Вам, кто поет, во сне все части света. Могут лежать на дне все континенты. Могут гореть в огне. Только все это не по мне. Парус, порвали парус. Каюс, 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 каюс. Ну вот и все. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы, несмотря на то, что осталось до самолета совсем немного времени, приняли наше приглашение. Спасибо большое. Благодарю вас. Буду очень рад, если у вас будет несколько приятных, интересных минут перед экраном телевидения. Не благодаря мне, а благодаря моим друзьям, которые работают здесь на студии. Опять будут говорить, какой скромный. Нет, я говорю искренне. Я благодарен моим друзьям за возможность выступить перед зрителями Пятигорска. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо большое. Нет друга, но смогу ли не вспоминать его? Он спас меня от пули и много отчего. Ведь если станет плохо с душой или головой, то он в мгновение ока окажется со мной. И где бы он ни был, куда б не уехал, Как прежде в бою и в огне, и в дыму. Я знаю, что он мне желает успеха, Я тоже успеха желаю ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне меньше полувека, сорок с лишним. Я жив, двенадцать лет тобой храним. Мне есть, что спеть, Представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться перед Ним. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И ссосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь, мы, не знавшие войн, За воинственный клич, принимавшие войн, Тайну слова приказ, назначенье границ, Смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних воин и смут, Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы, народи предателей, трусов иуд, В детских играх своих назначали врагов, И злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей успокоив, и ближних любя. Мы, народи героев, водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, Краткий век узабав столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать, И оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев, еще теплым мечом, И доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, И попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет и сраненый друг, И над первой потерей ты взвоешь скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг, От того, что убили его, не тебя, Ты поймешь, что узнал, Отличил, отыскал, По скалу забрал, Это смерти оскал. Ложь и зло, погляди, Как их лица грубые, И всегда позади воронье И гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки с ложа наблюдал свысока, А в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, Что почем, значит, нужные книги Ты в детстве читал.